Вопрос о лишении Андрея Лесика депутатских полномочий стал одним из поводов для созыва внеочередной сессии Харьковского горсовета. В него Лесик пришел как представитель Ведроджиня, фракции под контрольной Кернесу, хотя является представителем украинского выбора Виктора Медведчука, кума Путина. И вскоре заявления Лесика пошли вразрез с заявлениями команды Кернеса. Если ведроджинцы, как бывшие регионалы, критикуют Кабмин и фракции парламентской коалиции, но представляют себя патриотами Харькова, причем Харькова в Украине, то Лесик все чаще высказывался о России как братском народе, выступал за возобновление связей с ней, а в последние месяцы и вовсе вырывался из-под влияния харьковского мэра. Стал ходить на митинги коммунистов, а на день победы прикрепил к пиджаку Георгиевскую ленточку, чем спровоцировал конфликт. Учитывая, что подобными действиями депутата и его команды уже заинтересовались спецслужбы, Кернес не выдержал и сначала на полицсовете принял решение выгнать Лесика из фракции Ведроджиня, а после и вовсе лишить депутатского мандата. И эта команда единомышленников вот здесь вот сидит. И люди, которые работают здесь в интересах жителей города Харькова, которых знают. А ты бегаешь, где тебе интересней. Поэтому, уважаемые депутаты, я буду вас просить поддержать данное решение. То, что касается законности, незаконности, я хочу сразу сказать. Поживем, увидим. Сам Лесик посчитал, что его наказывают не за его непослушание, а за идеологию. Я шел с ними. Я считаю, что было бы правильно, если бы каждый депутат сделал, как я. И шел с ними рядом, с Георгиевской лентой, которую, я уверен, 9 мая 2017 года, а может быть и раньше, вы каждый оденете. Я так понимаю, мне выключили микрофон. Я был готов. Принимайте любое решение, только помните, что совестью торговать не нужно. И только оппоненты городской власти, представители фракции самопомощи, отметили, что, хоть и согласны с тем, что в зале Харьковского горсовета украинофобам не место, законодательных оснований для лишения Лесика мандата все же нет. И он может оспорить решение в суде, что опять использовать для пиара. Той прояв сепаратизма, украинофобии, который проявлял пан Лесик на каждом заседании, он непрепустимый. Но в тот же час мы на сегодня не имеем его заявки про выход из депутатов. Поэтому мы считаем, что нет законных подстав для того, чтобы голосовать и избавлять его депутатство. Что касается коллег Лесика по фракции, то они на такие мелочи, как закон, решили не обращать внимания. Те, кто еще недавно с ним приветливо здоровались, единой рекой потянулись к трибуне, чтобы заклеймить соратника и признать, что в их команду затесался бездельник и скандалист, который оторвался от коллектива. Этот человек полностью дискредитировал себя, полностью дискредитировал себя, как член нашей команды. Этот человек скандал. Вокруг него постоянные склоки, вокруг него постоянный скандал. И самое главное, что во всех этих скандалах абсолютно печальный финал. За что он взялся и что он довел до конца? Какая система работы у этого человека? Да никакой. Время одиночек ушло. Время популистских лозунгов ушло. Харьковчане выбрали команду. Когда в этой команде есть человек, который не согласен с этой позицией и идет вразрез с этой позицией, и своими действиями портит общую репутацию команды, мы должны делать соответствующие выводы. Окончательно унизил и морально растоптал Лесика Геннадий Кернес, который не только раскритиковал его как депутата, но и вспомнил, как тот добивался должности главного санитарного врача, оставаясь при этом безработным, как пиарился на ветеранах и даже влез в его семейные дела. Ты лузер. Лузер и просто проходимец. Ты в своей семье разобраться не можешь. Понимаешь или нет? Ты прячешься просто за семью, потому что ты не хочешь идти служить в армию. Поэтому ты и прячешься за свою семью, за своих троих деток. А твоим деткам нужно будущее и возрождение, а не папа без работы, который бегает, я еще раз говорю, как навозная муха. В итоге все представители фракции возрождения как один проголосовали за лишение Лесика депутатского мандата. Против был лишен сам. После этого Кернес в приказном порядке потребовал, чтобы Лесик покинул зал заседаний. Марина Николаева, Андрей Домовой, Агентство телевидения Новости.